Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Мазырский центр «Арена» завоевал сребренный медаль на фестивале циркового мастатства у Монте-Карло. Гомельские медики распрацовывают технологию лечения циррозу печени с допомогой стволовых клеток. Сегодня на телеканале «Беларусь-Шатыры» отбудется премьера проекта «Великая будовля». До 25 градусов морозу покажут термометры на этом тыдне. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Больше 40 белорусских предприемств примут уделу в выставе «Продэкспа-2016». Международный форум стартовал сегодня в Москве. В комплексе «Экспо-центр» свою продукцию представляют и вытворцы нашего региона. «Серодых», «Спартак», «Червоный Мазыранин», «Калинковицкий мясокомбинат». «Продэкспа» – самая ауторитетная, что годовая подея во Сходной Европе у сферы харчевания. Выстава накерована на заключение долготерминовых контрактов по поставках белорусского харчевания на российский рынок. В ученые Гомельского державного медицинского университета поведомли об новых распроцовках с применением методов биоинженеры. У приватности размова и де облятшение циррозу печени. Под обязанностями потекавился Олег Сентюров. Хроничное захворывание печени – одна из самых серьезных проблем с участной медицины. Только у Беларуси что год на цирроз захворывается около 1500 человек. Смиротность – 35 выпадков на окружную тысячу, и это покажет тенденция до снижения немая. Цирроз основных причин – токсичное и алкогольное отручивание, вирусные инфекции и некоторые пересеянные захворывания. Похоль один – радикальный метод лечения, пересадка печени. Но тут есть несколько значных проблем. По-первых, донорских органов на всех не хапая, а по-другому – такая операция, кажется, вельми шмат. По этих причинах распроцовка альтернативных методов лечения для ученых в списке першечерговых задач. Цирроз печени – очень коварная патология, потому что в большинстве случаев выявляется на стадии уже развившихся осложнений, и пациенты поступают под наблюдение врача в стационар уже в тяжелом состоянии. Они вынуждены впоследствии пожизненно принимать определенные лекарственные средства. Есть хирургические методы коррекции данной патологии, однако все равно заболевание имеет прогрессирующее течение. Радикальная операция – это пересадка печени. У нас в Республике Беларусь проводятся такие операции по пересадке печени. Однако, как любая операция, она имеет свои медицинские и показания, и противопоказания. Является дорогостоящей операцией. Опять же, пациенты пожизненно принимают определенные лекарственные средства. Займаться пошуком новых подоходов для лечения печени в Гомельском Державном Медицинском Университете по чале 05 годов тому в своих доследованиях гомельские ученые выкористовывают так званые биомедицинские клеточные технологии, где материалом заявляются мезинхимальные стволовые клетки. Такие выборы тлумачиваются просто. Их нескладано выделить и они имеют высокий потенциал до самообновления. В организме человека такие клетки соденужны к регенерации органов. Выключение обладает только одно – метод, не денежая, коли цирроз находится у заключенной стадии. Это могут быть аутологичные клетки, то есть клетки собственного пациента, либо гетерологичные, полученные от донора. И после специальной обработки этих клеток в условиях лаборатории, их размножения, культивирования, мы можем эти клетки ввести обратно в организм пациента, именно целенаправленно в сосуд, который питает печень, для того, чтобы улучшить регенерацию печени и добиться того, что у этих пациентов функционирование печени улучшится. Усе работы в Гомельском Державном Медицинском Университете проводятся в рамках национальной программы науковых доследований. Нечто подобное зараз робится еще и у одной из минских медицинских установок. Причем в ученые перекананы, коли размывая деп житий людей, об соперничестве оказать не приходится. Уречься на практице могут выкорестовываться выники усих доследований. Головные копьяны были становочими. Покой в опыте проводится с уделом из таких лабораторных живел. До клиничных опробований с уделом человека потребуется еще некий час. Ученые называют термин от 7 до 10 годов. Хоть это, напевно, максимальный термин, коли заходят из медицинской практики, клиничные опыты могут распочаться значительно ранее. Правда, выключена со сгоды самих пациентов. Алексей Тюров, Елена Макеенко, телерадио компания «Гомель». Тем часам юные выноходники Гомельщины рыхтуются представить свои инновационные распрацовки в следующем этапе конкурса «100 идей для Беларуси». Аутры имеют все подставы на отримание грантов и призовых мест. В республиканском финале, який отбудется напрямую с лютого в Минску, будет представлено 13 проектов из нашего региона. Про цех темы в материале Вероники Ворошилины. Молодые инноваторы Гомельского державного профессийного лицея «Будовников» будут претендовать на перемогу номинации промысловой и «Будовничьей технологии и вытворчасть». Все лето на конкурс «100 идей для Беларуси» они представили два неординарные проекты. Одна из новоценных выноходок – елия коллектор для нагрева воды с выкористанием тепловой энергии солнца. Его переваги – максимальная простота и таность у вытворчасти и выкористания. В системе устанавливается вода. Вода проходит по трубам. Трубы нагреваются от солнечной энергии, от ультрафиолета, и попадает в бойлер. Бойлер, соответственно, сохраняет эту теплую воду, и мы ее можем использовать в домашних условиях. Изобретение – это довольно-таки перспективное, я считаю. Почему? Потому что в изготовлении дешевизна. Второе – не используется электричество, не используются другие источники энергии. То есть явный эффект экономии. Другая, не меньше перспективная распроцовка прилада для вырубу – опилка бетону. Конструкцию механизма новушенцы сами распроцовывали, выпробовывали и доводили до досконалости. Опилка бетонные блоки выравляются с другостной сыровины, отхода у дровнины, что позволяет значительно снизить себе кожу такого водовничного продукта. До того же, они отремовываются экологично чистыми и больше тепло-энергоэффективными. Мы дело в том, что не один просто сделали блок, а пошли дальше. Мы сделали большое количество блоков и уже построили две бани полностью под ключ из этих материалов. В час, если два человека работают с бетономешалкой, то можно изготовить около 20 блоков. Новушенцы лицея водовников за все, где знаходятся, как кажут, в творчем процессе. В творчих майстернях они спастигают свою будущую профессию на практице. Створяют запотребованные у побытти решетю, воссобляют у життя такие оригинальные распроцовки, как мебля, что регулируется подростки детятти, або зручные переноски для дров. Выхованцы у этой установки в опытные майстри мкнутся научить створать уластными руками заправды корыстную и потребную продукцию. Так, скажем, сварщики готовят мангалы, скамейки дачные и другую продукцию из металла, которую реализуем нашему населению. Ежегодно в городе проходит ярмарка про всех образований, на которой мы реализуем эту продукцию, которая пользуется большим спросом у населения нашего любимого города Гомеля. У целом сирот инновационных распроцовок в республиканском финале конкурсу «100 идей для Беларуси» 13 проектов представников у Гомельской области. Они закоронают сферы био- и наноиндустрии, формации, медицинских технологий, будовництва и промысловости, экологии и социальной сферы. В первую очередь будет оцениваться новизна этих идей, экономичное обрунтование и максимальность реализации у массовой вытворчасти. Юные выноходники Гомель шины мают усе подставы на отримание грантов и призовых местов. А до идеи для реализации своих проектов их подделяет литерально один крок. Финал конкурса отбудется напроконцы лютого в Минску. Абсолютный пераморство этого споборництва отримает приз о 5 тысяч долларов от одной из буйных сусветных компаний. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель». Сегодня на телеканале «Беларусь-Шатыры» Гомель отбудется премьера проекта «Великая будовля». Аутор программы Татьяна Болгова отправилась на новобудовлю Гомеля, как доведаться об тем, как развивается будовнейший комплекс нашего региона. Где в областном центре изъявятся новые микрорайоны, и якуя у них зараз узводится жилье. Подробязности у проекте «Великая будовля» на телеканале «Беларусь-Шатыры» сёння у 21.50 хвилин. Протягиваем выпуск. Минулые выходные, хоть и не были отзначены моцными морозами, не обойшлись без пожаров. У Жлобинским металлургичным колледже напереда дни загинул супрацовник установы. По переднюю версию того, что отбылось, огучил официйный представник областного управления Следующего комитета Мария Кривоногова. Верогодно пожар узник за узгорание старого холодильника у бытовым помешканья. Загадший курс, а у подрыхтовки водителя в некоторый час пробывал справиться с ситуацией самостойно. В несвядомом стане, в 30 метрах от очага узгорания, его поздней знайшли выратовальники. Яшэна супрацовница колледжа была выратована. Необходность установки пожарного повышальника у доме, где живут дети, яшэраз подтвердил выпадок у Решицким районе. У Василевичах своечасово спрацовавшая прилада выратовала житё жанчины и двоих дятей. Верогодная причина пожара – перакал печи. Почувши гугавы сигнала повышальника, 30-годовая госпадыня домовладанья разом с двумадетьми покинула дом до прибытия подразделения МНС. На пятом тыне в регионе чекаются морозы до 25 градусов. По информации областного гидрометцентра, у авторок температура поветроскладе до минус 18 градусов у ночи и до минус 15 в день. У ночи на большей части территории региона у день по поднево-заходней части чекается снег. У сиродома Ахшима слабая мятелица. Буде минус 12-17 градусов у ночи при прояснениях до минус 22. У день от 9 до 14 градусов ниже и за 0. У шатер морозы узмоснятся. У ночи температура поветроскладе минус 15-20 при прояснениях до 25. У день слубки термометров покажут до минус 16. Холодной буде и пятница. Вероходно падение температуры до минус 20-25. У день прогнозуется минус 12. На выходных морозы крыху ослабеют. Ночная температура в субботу и неделю складе 9-14 морозу. День от 5 до 10 градусов ниже и за 0. Могчимый невеликий снег. До инших тем артисты мазырского центра «Арена» на международном фестивале циркового мастерства у Монте-Карло завоевали сребранный медаль. В минулом году мазырани отримали специальные призы фестивалю, а оселитов вошли у тройку лидеров. Пятеро артистов в возрасте от 13 до 20-ти годов представили технично складанный номер. Дельяго у Монако навод доставили специальные обсталявания. Про уражение от конкурса и дальнейшие планы мы доведуемся у самих артистов и расскажем вам в ближайшие дни. У Гомеля отбылся четвертый республиканский конкурс сучасной хореографии «Танцевальный выбух». У делу им приняли дети, подлетки и дорослые самых разных кутков нашей краины. До этого творчого споборництва конкурсанты подошли с отказностью и оригинальностью подробностей в наступном материале. Конкурс сучасной хореографии собрал у Гомеля около 50 творческих коллективов. Ее он объединял на сцене городского центра культуры больше 600 удельников. Сюда приехали дети, подлетки и дорослые не только из районов Гомельщины, а и других областей краины. Это ты, кто беззаповедно закахан в танцевальную справу. Мы любим танцевать, нам это как бы нравится очень, и мы очень хотим вот это ездить. Я хочу, чтобы я поехала во все страны, танцевала красиво. Приехали мы со своей напарницей, чтобы показать, что мы умеем, на что мы способны. Для нас это самое главное в жизни, мы только этим живем. В обывательном конкурсе это очень интересно, новые чувства какие-то. Программа конкурса «Танцевальный выбук» все лето была представлена всеми жанрами сучасного танца. От стрит-дэнса, те, иначе кажучи, в уличных танцах, до контемпорары, які включают в себе самые розные хореографичные направки. До творчих из поборництва удельники подошли за отказностью и оригинальностью. Имидж, техника, композиция минавито по трех этих позициях изначались и пероможцы танцевальных конкурсу. Выбрать лепших было непросто, однако жюры задача исправилась объективно. Чтобы было все-таки честное судейство, у нас участники уступают именно под номерами. То есть коллектив не объявляется, а объявляется лишь номер. Уровень участников на самом деле высокий. Все студии, школы, танцев на самом деле очень хорошо готовятся к конкурсу и виден рост. Каждым годом мы видим рост хореографии. Пероможцы республиканского конкурса с участной хореографией танцевальный выбух отрымали дипломы и подарунки. И як усе без выключения удельники добрый настрой, корыстный опыт, а головное широе ожидание протягивать, удосконаливать свои умения и освоивать новые танцевальные направки. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Александр Харлампов, Телерадо, компания «Гомель». У святых затышных насекомых запрашивает галерея Гаурила Вашенки. Жуки, строкозы, павуки, мотыльки. Экспозиция знакомит с самыми редкими насильниками земного шара. Насекомые – первые живые истоты на земле. Они пережили пять массовых катаклизмов и оказались больше живущими, чем динозавры. На выставе можно увидеть больше 160 представников насекомых с кожного кутка земли. Наведывальники, о которых ползают павуки и скорпионы, могут оглядеть особную экспозицию, присвеченную мотылькам. Дети очень любят обращать внимание на бабочку-сову, потому что действительно ее крылья полностью имитируют всю голову совы. Много жуков-усачей, много жуков-рогачей, жуков-носорогов. Есть совершенно уникальные по виду пауки-фрины, палочники, которые могут спрятаться на растении. Даже зная, что он тут есть, его практически не рассмотреть. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.civergomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и саджите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин